Счастливое детство, счастливое будущее. В Чувашии 2023 объявлен годом счастливого детства. Его официальное открытие состоится 20 марта. В торжественной церемонии примут участие около 4,5 тысяч детей. Дети из всех муниципалитетов смогут познакомиться с ведущими вузами, средними профессиональными образовательными учреждениями, поучаствовать в дискуссиях и интерактивных мероприятиях. Глава региона Олег Николаев отметил, что открытие года счастливого детства имеет важное значение для дальнейшей работы. Сделать это таким образом, чтобы еще раз посмотреть всю систему сопровождения детей от рождения до взросления и наладить систему таким образом, что она обеспечивала практически индивидуальное сопровождение каждого ребенка в рамках его пожеланий личной траектории развития. Открытие года счастливого детства пройдет в формате республиканского форума для школьников и молодежи «День в столице». На сегодня уже составлен список участников. В делегацию входят дети, которые непосредственно добились значительных успехов в спорте, в научно-исследовательской учебной деятельности, дети участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, непосредственно участники военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и иные ребят, которые принимают активное участие в жизни своих образовательных учреждений. Запланировано более 200 точек с мастер-классами, квестами, интеллектуальными играми, а также встречи с интересными людьми, победителями конкурсов. Предусмотрены экскурсии на крупные предприятия и организации. В рамках года счастливого детства подрастающему поколению будет уделено большое внимание в средствах массовой информации. На НТРК у нас выходит создание цикла телевизионных программ под названием «Формула счастливого детства». На ГТРК выходит у нас радиопрограмма «Молодежка.Роста». На Таванрадио выходит молодежная программа «Диалог на равных». В рамках данного проекта дети будут иметь возможность задать интересующие вопросы взрослым, поделиться с ними в эфире со своими представлениями, что такое вообще счастливое детство. Смогут рассказать сверстникам о возможности для вообще развития талантов, способностей. По словам министра финансов республики Михаила Ноздрякова, на мероприятие в год счастливого детства из республиканского бюджета предусмотрены достаточно серьезные суммы. Удвоится объем средств на обеспечение жильем многодетных семей. Более 80 миллионов рублей дополнительно выделят на обеспечение жилыми помещениями 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего с учетом федеральных средств на эти цели в текущем году будет направлено 659 миллионов рублей. Предусмотрены и субсидии в сумме 180 миллионов рублей на строительство жилья, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Милиана Алексеева, Николай Скворцов, Республика.